Важным событием в жизни профсоюзных организаций является отчетная кампания, ведь подведя итоги, проанализировав проделанную работу, можно определить пути ее совершенствования и стратегию деятельности на будущее. Председатель Объединенной профсоюзной организации Пинской центральной поликлиники и учреждений здравоохранения города в своем докладе детально отразила все, чем жил профсоюз медиков в прошлом году. Наша работа направлена на сплочение в первую очередь коллективов. Организовываем совместные мероприятия, мероприятия общие между учреждениями здравоохранения, для того, чтобы народ знакомился, народ сплачивался. Мы организовываем туристические поездки. Мероприятия, которые проводятся под эгидой профсоюзной организации, они всегда способствуют созданию комфортной обстановки, как на работе, как на отдыхе. Коллективы на какое-то предложение профсоюзной организации всегда отзываются с удовольствием и в основном практически в стопроцентном его составе. Культурно-массовая, патриотическая, спортивная, составляющая большой работы в Пинском профсоюзе медиков поставлена на высокий уровень. Это отметил и председатель Брестской областной организации Белорусского профессионального союза работников здравоохранения. Пинск всегда выделяется с хорошей стороны, выделяется своими новаторскими идеями, своей креативностью и многим, скажем, другим административным территориям, конечно, есть чему поучиться. Наша профсоюзная организация в тесном сотрудничестве вместе с нанимателями, все ячейки организованы должным образом, поэтому надеемся, что и так же дальше будем сотрудничать и учреждениями, и с областным комитетом, и с республиканским. Поэтому спасибо всем за работу и профсоюзным нашим лидерам в том числе. 5948 медицинских работников состоят в отраслевом профсоюзе нашего региона. В объединенной профсоюзной организации Пинщина без малого 95% всех занятых в здравоохранении города, что говорит о высоком доверии к этой организации. В прошлом году к ней примкнули первички из учреждений частной формы собственности. На высоком уровне находятся вопросы создания безопасных условий труда для работников. Это и оборудование комнат приема пищи, это и работа общественных инспекторов по охране труда в плане выявления и своевременного устранения каких-то таких мелких оперативных недостатков. Это работа с молодежью на очень высоком уровне. Работе с молодежью уделяется особое внимание. Институт наставничества помогает обеспечить достойный кадровый потенциал в здравоохранении. На профсоюзном собрании лучшим молодым работникам и активистам профсоюзного движения вручены сертификаты о занесении на доску почета молодежного совета. К слову, в приоритете и социальная защита пожилых людей и ветеранов, поддержка нуждающихся. Наш член профсоюза пришел за оказанием материальной помощи, у него произошел пожар. И мы не только оказали местную помощь, также областной комитет нашего профсоюза не отказал в этой помощи. Материально, конечно, может быть, это не та сумма, которая бы покрыла все его ущербы, но тем не менее мы показываем, что нам важны люди, что мы беспокоимся о наших людях. И не дадим их в обиду. Вот такое отношение к частному позволяет прийти к общему результату, что, безусловно, создает имидж профсоюзной организации здравоохранения региона. На конференции также определили основные направления деятельности организации в 2024 году. Одно из них – участие членов профсоюза в предстоящей электоральной кампании. Восемь членов профсоюза, организации здравоохранения нашей области, являются кандидатами в депутаты областного совета депутатов. Четырнадцать членов профсоюза являются кандидатами в депутатами местных советов. И я, как лидер профсоюзной организации, вижу свою задачу в том, чтобы наши работники пришли на выборы, чтобы они прошли достойно, организованно, с максимальным участием, и люди сделали свой выбор правильный. Выбор в пользу медицинских работников или тех депутатов, у которых программа созвучна с нашими целями профсоюзными.